Когда уже наступит весна? Этот вопрос все чаще возникает, пожалуй, у каждого из нас. Желание гулять в короткие морозные дни у многих ушло вместе с новогодними праздниками и сменилось ожиданием первых весточек весны. Но зима в разгаре и, казалось бы, еще рано говорить о потеплении. Однако, по словам синоптиков, природа уже готова преподнести нам приятный сюрприз. Это доказали последние два циклона. Для нас январь – это все-таки еще зима, и трудно было себе предположить так по-настоящему, что циклоны пойдут по весеннему типу. С одной стороны, они были достаточно внушительные, давление падало, там много изобар было, градиенты, давление, температура были и так далее. А с другой стороны, они прошли практически сухими. И траектория была весенняя. И когда мы задним числом проанализировали, наша догадка, такая предварительно небольшая, она подтвердилась, что да, уже в тропосфере начались весенние процессы. Температура воздуха буквально на днях повысится. На большей территории Приморья столбики термометра достигнут отметки в минус 5 градусов, тогда как сейчас в некоторых районах края она опускается до 35. Но потепление и ранняя весна не гарантируют отсутствие осадков. Дело в том, что снегопады и зима – это тоже, так сказать, не прямо пропорционально. Весной, в марте снегопады, безусловно, бывают, но они уже другие. Они быстро сходят, снег, снегонакопление не такое. Но тем не менее. Также Борис Кубай рассказал о возможных разливах рек при таянии снега и вскрытии ото льда. Это может произойти в случае, если к весеннему половодью добавится дождевой паводок. Ведь на сегодняшний день водность рек в Приморье превышает норму почти в два раза. Хочется надеяться, что этот прогноз синоптиков не сбудется. Погода – явление непредсказуемое, именно поэтому ошибаться могут даже синоптики. Но пока что все прогнозы говорят о том, что в этом году весна во Владивосток придет довольно рано. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.